Так, тут, короче, какого-то челика слили. Куда подвезти? А он просто на крыше валяется. У того дауна? Я не знаю. А, всё. Я думал он про этого, про лежащего. Тачка пропала куда-то, кстати. Чё-то он лежит, даже не проп... Опа! Ты смотри. Он его слил или не слил? Не-не-не, в киллисте его нету, не слил. Чел сам пропал. Так-то, конечно, можно было посадить, но я уж не буду. Просто ДМ в стадии тоже, как бы, такое себе. Я вот, короче, начитался новостей. Они постоянно меняются, короче. Говорят, Ютуб всё заблокирует. Либо сегодня, либо до конца недели. Как-то всё страшно. О, чёл ты из моей фамы, кстати. Вот. И вот мне интересно, что потом вообще с сампом будет? Даже не то, что с Аризона, а со всем сампом. В ближайшее это время точно ничего. Это понятно. Фига себе, мне показалось, или тень только что сквозь столб отображалась. Ладно, это было странно. Ну, короче, я к тому, что по статистике русского Ютуба, русскоговорящего, да, неважно, какой Ютубер, типа, там, с России, с Украины, с Беларуси, откуда-то ещё, у него 70% аудитории, это русскоговорящие. И если нам снесут Ютуб, то, соответственно, блогеры не смогут, как бы, ну, привлекать, по крайней мере, даже сам Ютубер, они смогут привлекать аудиторию на сервера. И, как я уже сказал, первое время ничего страшного, по сути. Но потом-то чё будет? Просмотров меньше, там, люди с VPN будут сидеть, я не знаю. Потому что, как показала практика, вот, недавно снесли Инстаграм, в котором многие блогеры, да, со своими подписчиками общались, там, выкладывали различные истории, там, туда-сюда, там, рассказывали даже о тех же роликах на Ютубе, какие выпускают, и что-то в этом духе. И вот заблочили Инсту, нашлись люди, которые, знаете, всё, я больше не сижу в Инстаграме, ну, он же заблокирован, ну, как бы, ок. И это при всём при том, что он до этого, допустим, постоянно сидел в Инстаграме. Это как? Типа, ты пользуешься постоянно каким-то сервисом, потом его блокируют, и ты такой, а, ну, ок, ладно. То же самое, что, если, не знаю, подойти к магазину, у которого два входа, но один из них будет закрыт, по каким-то техническим, допустим, там, неполадкам. И ты такой, а, ну, вход закрыт, я ко второму не пойду, как бы. Ну, я пойду в другой, блядь, магазин, я не знаю, или ещё вообще, или домой пойду. И вот мне кажется, что аналогия такая же с Ютубом, потому что Ютуб могут заблочить, и некоторые, вот я выкладывал опрос в сообществе, там, 20% людей, они такие, я не буду ставить VPN, всё, я не буду смотреть Ютуб. Я не знаю, чем он будет заниматься, как бы, ну, бога ради. Лично для меня Ютуб не только как человеку, который, в принципе, ведёт канал, важно, но и вообще, я часто же всякие ролики смотрю, блин, там дохренища просто контента познавательного, какого-то развлекательного, не важно, что. Ну, короче, это трэш, полнейший трэш. Я надеюсь, конечно, что блокировки не будет, но что-то последние сообщения уже говорят о том, что всё, хана. Ладно, посмотрим, что из этого получится. Но я это всё веду к тому, что, если что, на связи со мной может быть каждый, потому что у меня есть страница ВКонтакте, как я уже говорил, и мой телеграм-канал. Там-то я постоянно что-то выкладываю, там уже пацаны общаются, я комментарии открыл, всё круто, так что залетайте в телегу, блин, пацаны, не пропускайте. Ладно, давайте не будем лишний раз болтать обо всяком. Чё за 646? О, опять народ скопился в этом месте. Походу, дэмят, блин. Тут как будто, знаете, для мух говном намазаны, они сюда слетаются, чтоб дэмить. Ты знал, шо? Сузуки Фокс! Сильный очень! Аха-ха-ха! Пошли покажу пруфы! Эм, шо за пруфы? У стены? Или чё? Слушай, ну классные пруфы, кстати, да. Согласен. Чё, исчез, чел. На дэм-зону зашёл какую-то или что? Шо это сейчас было? Куда ты вылетел? Ещё за регистрацией пошли. Данте Лондон? Дэмит, это ж бывший админ. Ну, кстати, однажды я уже встречал такую темочку, знаете, когда админ, который долгое время, типа, ну, стоял на админке, там, выполнял какие-то такие правильные, скажем так, дела, следил за порядком. Спустя время, когда его сняли, начал там дэмить. Даже был админ, который массово заэскашил всех в центе, там, в банке в Центральном, в Лос-Антосе, блин. Вот это было жёстко. Он потом ещё жалобу на меня писал, а говорил, извини, пожалуйста. Ну, короче, тоже трэш. Ну, я не знаю, блин, Данте Лондон серьёзно дэмит. Взишки зарядил. Если он начнёт дэмить, я охерею. Реально охерею. Ну, это было бы мега тупо, я думаю. Если бы он реально дэмил, или ты кашил, искашил. Если я до админки даже не нарушал правила, вообще, то как можно после админки, когда ты прям набрался, типа, опыта, понял, что такое игра, ответственность, все дела, творить дичь? Ну, это странно. Прям реально странно. Так, ну, он, короче, катается что-то. А, он, скорее всего, выпал. Ну, да. Я уже думал, он выпрыгнул, типа, знаете, как бывает некоторые делают. Подъезжают к Респе, прыгают со своих горников, типа, и начинают тут всех разносить. Ну, у него, кстати, аксы не такие жесткие. На защиту вообще их нету. На урон плюс 9. То есть, так себе. Наверное, все-таки он оборонялся, наверное, в тот раз, и вряд ли он творил дичь. Там, конечно, еще жалуются, блин, на 797. Я пока не буду за этим велосипедистом следить. Ой, понял. Банып, 797. Чит. Нифига он несется, да? Все. Прощай, братанчик. Удачи тебе. Ого. Ха-ха-ха. Что это было? Нифига себе велик разгоняет с этими, это, новые велик, я так понимаю, с улучшениями. Типы сейчас летают только так, с такой бешеной скоростью на этих великах, блин. Я сам, конечно, не пробовал, потому что новые велики мне не нравятся, от слова совсем, они очень страшные. Мне больше стандартный горник симпатизирует, но скорость, это, конечно же... Чего? Ни хрена там автобус у Тома. Здоровый. А почему-то он, кстати, врезается и не... А, не, вру. Он же падал. Да, я хотел сказать, что он врезается и не падает, но по идее он должен падать, потому что при мне уже несколько раз падал. Тогда ладно. Ну или он играет с зажимным, типа этим, ноу-байком, там что-то в этом духе. Не, все-таки упал. Ну ладно. Я сомневаюсь, да, типа, чел, который стоял на админке, даже читы бы вязал, это было бы трэш. Ладно бы дэмить, еще хоть как-то можно это представить, но чтобы читером быть. Это, мне кажется, уже болезнь. Что такое? 9-9-6, расстрелял что-то типов на этой, на парковке около автобазара и поехал дальше. Так, ну Фома у него соответствующая. Наверное, даже удивляться нечему. Ну-ка, что там? У него ранг 6. Не особо, типа, важная тема. 9-9-6, что там у тебя по наказаниям? Он еще и раньше, ник у него другой был, Александр Бухалов. Вот ник нормальный, кстати, был. Бухалов Александр. А сейчас что-то страшное ты себе поставил. Черно-сфер какой-то. Короче, страшно, ладно. По наказаниям, что там ДМ неадекват, его оглушили. ДМ, ТК, массовое ДБ винтами, он даже был забанен. Рожик. Ни хера себе. Видимо, поэтому ты себе Фому и сменил. О, кстати, те два типа, за которыми я следил. Опять кого-то слил. Какого хрена? Я его деглом убил. Эм, не, ну это понятно, да? По киллисту. Училика еще на спине член. Даже не знаю, следить ли за ним или нет. Надо хуй на спину. Ха-ха-ха. Только я об этом заговорил. А он об этом, видимо, думал. Ну-ка, согласится ли это чё или нет? Он даже не ответил ничего. Ну, тут либо молчание знак согласия, либо он просто игнорирует такие страшные вопросы. Пожаловались то, что здесь это. Чел сбивает анимки, но, блин, он это... И чё? Погоди-ка. Начинает работать. Просто ладно бы ты чатом сбивал. Не, ну сейчас уже не сбивает, кстати. Всё нормально. Мне просто показалось, что у него клево сбив. Он так побежал, тогда сорвался резко, как будто бы реально сбил каким-то читом. Потому что чатом не запрещено, насколько я знаю, сбивать. Уже все к этому привыкли. Так, ну ладно. Вроде сейчас нормально. Ловит, всё собирает. Базар 0. Чё там, 707-й? Эм. Шо-шо? Шо за стрельба? И Данте Лондон здесь. Но его, как правило, отпиздили? Просто я не выкупаю. Это вот шо вообще, бля? Шо это за столкновение, бля? Так, чё там перезаряжается? А, ну он патроны меняет, да. Юзает баг игры, чтоб патроны сэкономить. Я не понимаю, на СМГ патроны чё дешевле стоят, что их, типа, заряжает, а потом один патрон УЗИ? Можешь попросить разрабов эту херню пофиксится? Она вроде фиксится. Насколько я знаю, это просто, ну, чекать постоянное оружие нужно, проверку поставить, что если перезаряжают, допустим, со ста патронов, там, например, СМГ на один патрон УЗИ, то у тебя один патрон УЗИ и появляется. Надо реально, кстати, когда вот этот валик какой-нибудь пост выложить или написать ему, ну, я имею в виду создателю Аризоны, когда он спрашивает, типа, стоит ли что-то пофиксить, вот этот баг написать. Потому что я замечаю, что часто пацаны багаюзят, по факту они даже это обходят. Стоимость патронов, если они разные, я не знаю, потому что, может быть, все отличается. Короче, ладно, потом узнаем, посмотрим. Так, ну они, короче, вместе с этим Данте Лондоном. Блядь, неужели чел реально ДМит? Бывший админ, вот, вытащился из этого, из тачки. Что-то страшное происходит. Там тоже, конечно, ДМит, типы, но я не видел предыстории, поэтому не могу наказать, к сожалению. Ну, короче, ладно, они куда-то сейчас едут. Опять он выпал. Что кого-то увидел тут еще? А, велик. Ну да, как же без него? Эм, серьезно? Что? Чего, блядь, это бывший админ и, ну, какой-то хуй. Не знаю, кто это. Понятно. Короче, 131-го этого надо нахер посадить. Они демят обычного рабочего. Я на 180 посажу. Так, 131, да, там у него был этот? Раз, два. Пусть подумают о жизни, блин. Блядь. Не, ну реально, чел меня сейчас удивил. Очень удивил. А еще меня удивляет то, что он сейчас находится в деморе в своем скине. Какого хера? Это вообще чё? Почему все тут находятся в форме, типа, а этот тип в скине грув? Так и должно быть, что ли? Или он чё, уже за секунду снял с себя наказание? Нет, 10 тысяч секунд. Я чё-то, кстати, реально не догадался посмотреть заранее историю наказания. Может, он уже нарушал ДМ. Ну это сейчас я его посадил. Так, в 2022 году у него PSG админ, ну это понятно, его сняли с админки. Он не нарушал, а тут, прикиньте, просто стоит автобусник и начинает его херачить. Я понимаю, когда там стычки между ДМщиками, да, когда они постоянно друг друга херачат и так далее. Но чтобы, блин, работяк обычных, которые никого не трогают, зарабатывают себе верты, квесты проходят, чтобы их херачить. Блин, сервер лагает, кстати, его ФК постоянно кикает. Ну ладно, 181. Короче, это трэш. Это трэш, то, что они делают. Так, а тут что-то какой-то челик пришел. Они все с эмками, знаете, как будто вот они уже знают, что либо их будут дэмить, либо они друг друга. Чел, кстати, тоже с моей ФМ. Ладно, говорят 768, уберите, мешает. Чего он тебе мешает? В смысле? Нон РП лавка, Нон РП, Нон РП лавка центральный банк. Ну, вроде как. Не, по идее, они должны ставить эти лавки там, наверное. Не буду, но я думаю, что это запрещено. Я потом узнаю. Если, конечно, реально запрещено, то придется наказывать. Так, 186, ты кашет. Ты шо там, друг? Или подруга? Курва. Ок. Так, с мобайла. Тоже с мобайла кого-то зафигачил, с кулака еще. Вот это вообще респект. Как чуваки это делают, я не знаю на самом деле. Когда я играл с мобайла, там прицелиться-то нереально, блин. А еще и с кулака кого-то слить. Хотя тут урон плюс 11, в принципе, тоже вполне вероятно. Так, ну это Курва приехала. Я извиняюсь, я не оскорбляю, но это просто ник такой. Приехала на респу, пока вроде никого не трогает. Какой-то вопрос в чат пишет. Ладно. 305. Шо там у тебя? Мяу-мяу. Ок. Ну я такой ник не помню. Чуваки настолько взяли в привычку себе ники менять. Я вот свой ник в Сампи не меняю уже, наверное, лет 10. Ладно, меньше-меньше. Так, 305. Ну да, был какой-то Moonlight Nightmare. Кошмар какой-то, короче. И теперь он уже мяу-мяу. Анимешник, что ли? Шо ты делаешь? Эм. И зачем? Погоди, а кто слил? 805-го что-то я пропустил. Не, ну я видел-то, что он стрельнул 305-й. Так, что-то разворачиваются. Ехали-ехали туда, уже все, перестали ехать. Передумали, что ли? Как-то быстро. В смысле, 108-й уже вышел, да? Все? А, я же за ним следил. Да блин, ты че дэмишь? Слышишь? Мистер, я тебя сейчас с вами уволю. Так, 398. Ты что там? Ой, на парковке кого-то слил. Так, вышел с тачки. Бум! Крутой! Давай, убей АФКшника, братишка! Вот это круто! Вот это реально тащер! Вот это просто, короче, сейчас очекну историю наказаний сначала. Этого мега-убийцы! Эм, да у него нихрена и нету с 20-го года. Ты случайно аккаунта не взломал, не купил. Сейчас чекнем. Я чекнул, аккаунт его. Ну ладно, бога ради. 398. Ой, еще и дебэшит. Нихера себе, пока я пишу команду, он уже в кого-то врезается. На, иди посиди. Да, по, долбоеб! О, без матери! Я сейчас никого скопирую, Фастин, чтоб он не свалил, блин. Добро пожаловать в бан, чел. Придется его сносить. 398-го. Я ебу! Короче, ладно, как зашел в игру, он меня около восьми раз банил. Хорошо, это будет девятый, брат. Ну да, есть такое. Пусть собирает в копилку свои баны от меня. Так, кто-то ту курву, кстати, слил на притоне. Чел бегает с оксами на урон. А, но он еще и тк-шит, да? Ну я тебе просто варм выдам за тк. Давай, братанчик, удачи тебе по жизни. Так, 137, ты что там делаешь? А, что, уже перезашел? Что-то быстро, ладно. 16-й, дебэшит. Ну, скорее всего, случайно, потому что новичок, я сомневаюсь, что он тут кого-то, блин, разносил бы. Ого, бомж-рояль. Чел вышел уже. Короче, слил двух типов и просто офнулся с игры. Понятно. О, нифига себе, чел, который был в прошлых роликах прекрасно Макензи, сменил себе ник на украинский киборг. Ты не боишься, что-то снесут за такие ники, что его уже и наказать успели. Что у него было вообще? Дм, 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 жб с форума. Охереть. Ты что, охренел что ли? Ну, сейчас-то стоит на этом, на АБ, на страшном велосипеде. Так, ладно, 75-й. Тоже тут на этом, на притоне. Что у него с аксами? Плюс-минус 2 на урон. Чего? Это нашивки, что ли, у челика? В смысле, плюс-минус 2? Ну-ка, перезайдем к кому-нибудь в спек. Может, так, у этого плюс 10. Окей, возвращаемся к этому. Плюс-минус 2. Чек. Скиллс. 75. 3. Так, плюс 9, плюс 10, плюс 0. Так, на этих обвесов у него нету. Хорошо, чекнем просто статистику. Плюс-минус 2. Что это? Как понять плюс-минус 2? Надо, короче, спросить будет у этих. Ну, он плюс сэшит, я ему просто варн выдам. Так, все, чел отлетел. А этот, кстати, играет с ноубайком, потому что у него только что хп снялась, и он не упал с велика, походу. 72-й левел, серьезно? Ну, ты, кстати, я бы тебе советовал снять аксы на урон. О, ты, походу, это делаешь, да? Да, чел снял с себя аксы. Соображает, блин. Не, ну, что-то я охренел. Ладно, 406-й что-то там велькнул. А, он просто катается. 226, это шо вообще? Так, это чел из ЛВПД. В Лос-Антосе бегает. Интересно, прямо очень. О! ДМщик, 471. Зачем-то затоптал друга. Шо он тебе сделал? За шо ты его так страшно забил-то ногами? Ни хрена себе он нацепил на тачку кучу этого прошу прощения говна. Если я не ошибаюсь, то по правилам на вот крупногабаритный, как у него машина, у него Бобкэт или что? Ну, а, ну да, то есть подписано, бля, ебать, а гений. Можно ставить только один ковш, либо одну вот эту вот хрень. Как это называется? Подиум или шо это? Чё-то мне страшно, если честно, смотреть на такую машину. Ладно, давайте я ради интереса пока сижу за ним в спеке. Я зайду сейчас принципиально на форум, посмотрю информационный раздел, потому что реально мне интересно. Вот это вот вообще законно? Если да, то окей. Короче, короче, я тут читаю, нашёл всё-таки эту тему. Во-первых, сказано, что весь тюнинг, который должен быть поставлен на машину, он должен быть как минимум похожим на какой-то РП тюнинг, грубо говоря. Не вот эта вот коробка. Ну ладно, я дальше читаю. Тут наверняка сейчас напишется про то, что можно это ставить, потому что я помню, что вот эти вот шо это, подиумы, доски, я не знаю, что это, можно было ставить только на Маверик. А, во, установка подиума разрешена только на вертолёты в качестве боковых платформ. Короче, подиумы запрещены, сейчас я ему напишу, чтобы он это всё убрал. Он сейчас спрашивает, все? Во, всё, снял. Я ещё вот что заметил, там, короче, эта вот курва с мобилки, которая, уже кого-то даже с кулака успела слить, но в итоге, конечно, её захерачили. Меня в Инте убили. Так ты до этого слила челика, кому ты там жалуешься-то? Ладно, 151, ты вообще кто? Нихера себе. Пончик какой-то. Примите, пожалуйста. Богдана, примите срочно, 528, Богдан стоит, ждёт. С рогами, Богданчик. Примите, пожалуйста. 500к чел пишет, серьёзно, за инвайт 500к? Чё, обалдел, что ли? У него, мне кажется, таких даже денег нет, а если есть, то это будет слишком много для его трат. У него 2,500. Не, это дохера, если 500к отдавать за какой-то инвайт. Так, ну, одного приняли, возможно, и Богданчика. Нихера себе чел залетел на фургоне. А, классно, мне очень нравится. Всё-таки Богдана приняли, я перезашёл, короче. Хорошо, что не слили. Уже радует, блин. Это волк бежит. С Уолл-стрит, блин. Мне просто показалось, что он бежал по мосту, может быть, он это, знаете, скашет, хотя бы, погодите, второй левел. Что-то страшное, если честно. Кто ты? Что ты? Зачем ты? Так, именно к этой мусорке подбежал? Ну, ладно, я уже думал, что-то забрал с неё. Так, этот кошатник, короче, опять разбушевался. О, копов слил. Зачем-то. О, понятно. Чел просто подошёл к типу рандомному и просто взял его, слил. Охеревший. Получается, и до этого копов, которых он там слил, он тоже задэмил их. Ну, это, в принципе, он и в чат писал. Только что челику сам признался, грубо говоря. Сейчас чекну его историю наказаний. Посмотрим, насколько его можно посадить. Нарушает ли он часто или нет. Плюс С, плюс С, ДМ. ДМ, ДМ, ДМ. Плюс ЖДМ. Я его, кстати, не наказывал. Но за последние дни он что-то отлетал. Он за 4 наказания получил за один день, за 18 число. Сегодня какое? Сегодня 18. Чел, я тебе... Ты что, охерел? 8-3. Миша, уёбище. Нахуй ДМишь 300. ДМ. Уёбище. По-любому. Ну да, ну да. Лан. Шучу. Я уже вёл команду Бана, чел. Я бы тебе не советовал так шутить. Хорошо, что переобулся. Вы это, блин, умеете делать. Блин, Курва, ты вообще успокоишься, нет? Что за, блядь, бред? Кто ты? Зачем ты? Так, наказание. ТК, СК, ДМ, неадекват, ДМ. Ну, всё-таки, да, нарушает. С телефона можно. О, у Челика тоже подиум, кстати, на машине. Сейчас о 520-м то тоже напишу, чтоб он снял его. Я ему написал, он ничего не делает. Ну-ка, погоди. Это ж его тачка, 925-я. Да, это его. Ну всё, вроде как снимает. Слава богу. 340-к ты кашет. Нихера себе у Челика тачка с нулём ХП. Он сейчас взорвётся и забагается, да? Ну-ка, перезайдём к нему в спек. Ну да, он будет постоянно взрываться на этой машине. Но он с мобайла играет, скорее всего, у него баг. Вот, пожалуйста, взорвался. Поехал дальше, вообще похер. Перезаходим в спек, снова горит. Ну и так будет до бесконечности, блин. Он так может просто подъезжать к людям и взрывать их по сути. Ну-ка, ладно, это его тачка. 1378. Да, это его машина. Шо это? Куда она делась? Ты куда делся, чел? Алло? А, уже здесь. Понятно. Так, почему-то вот на этого пожаловались, что он дэмит. Ку! Кому ты это говоришь? Что-то есть? Эм. Не, ну ладно, я себе сам с собой, то без проблем. Друзья, знаете, что я подумал? Помимо того, что я провожу конкурсы у себя в роликах, так как у меня появился телеграм-канал, и там уже много людей на самом деле есть, я думаю, что я там тоже буду проводить конкурсы, поэтому еще раз напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, ссылочка будет в описании, также в первом комментарии под этим роликом, поэтому если вы есть в телеграме, обязательно подпишитесь, я там общаюсь, там открыты комментарии, со мной там связь регулярная, ну и естественно конкурсы будут. Ну а я всем напоминаю, что данный ролик я снимал на сервере Аризона Сейнт Роуз, я играю и снимаю только здесь, и если вы хотите попасть ко мне в видео или в мою полностью прокачанную семью на сервере, то прежде чем сюда идти играть, помните о самом главном, вас на сервере ждет очень крупный бонус, смотрите, если вы укажете при регистрации мой ник вот так и всего лишь на пятом уровне промокод хэштег ДАПО, то за эти два абсолютно простых действия вы получите больше миллиона вирт на руки, и на начальном этапе игры эти деньги вам очень пригодятся, поэтому скорее заходите, играйте вместе со мной, я уже на сервере, и каждого из вас с огромной радостью жду. Ну а в прошлом ролике побеждает вот этот вот игрок, он получает 5000 АЗ, добавляйся ко мне вконтакте, и прикрепляй к заявке сообщение, где будет твой ник, я с тобой свяжусь, и конечно же выдам тебе приз. Ну а сегодня я решил тоже разыграть 5000 АЗ монет, чтобы их выиграть, нужно просто быть подписанным на мой канал, поставить лайк на этот ролик, и в комментариях оставить свой ник на Аризоне Сейнт Роуз, и все, аккаунт может быть абсолютно любой, даже с самым первым уровнем, хоть сейчас заходите на сервер, регистрируйтесь, начинайте играть, развиваться, и уже спокойно участвуйте, возможно кстати, именно ты на халяву выиграешь 5000 АЗ в следующем ролике, так что я всем желаю удачи, жду вас всех у себя на странице вконтакте, а также в телеграм канале, ну а с вами был Дапо, спасибо за просмотр, скоро увидимся.